Здравствуйте! 2 сентября Хабаровск отмечал 73-ю годовщину окончания Второй мировой войны. К сожалению, сегодня далеко не все горожане знают о роли Дальнего Востока в тех событиях, о проблеме сохранения истории и передачи ее следующим поколениям в объективной и подлинной форме, поговорим сегодня с руководителем пресс-службы Хабаровской краевой общественной организации Ассамблеи народов Хабаровского края Виктором Ротарем. Виктор, здравствуйте! Здравствуйте! Виктор, насколько я знаю, Ваша организация получила в этом году муниципальный грант, и Вы автор проекта «Хабаровск многонациональный». Расскажите о нем, пожалуйста. На самом деле проект родился достаточно давно. Это, я бы сказал так, вторая ипостась этого проекта. Первый проект мы делали в 2015 году. Он прошел очень успешно, показал свои результаты, но тогда у нас было гораздо меньше организаций, которые присутствовали на тех стендах, которые мы сделали в рамках этого проекта. Теперь этот проект, во-первых, это большая информационная фотовыставка. Фотовыставка, которая рассказывает о вкладе народов, которые проживают на территории Хабаровского края, вообще о вкладе нашего многонационального народа в дело победы во Второй мировой войне. Официальные даты существуют, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года и закончилась 2 сентября 1945 года. И даже многие, кто живут на Дальнем Востоке, не понимают, что была так называемая Дальневосточная кампания Второй мировой войны, которая началась здесь у нас. И недаром у нас поставили памятник Василевскому, который и руководил, собственно, всей Дальневосточной группировкой войск в то время, и, собственно, под его командованием и была проведена вот эта вся большая кампания по освобождению и Китая, и Кореи. И, собственно, благодаря вот этим военным действиям Япония капитулировала. Мало кто знает, что на тот момент времени, когда была Вторая мировая война, было всего 73 государства. И 62 из них принимали участие в этой войне. И, соответственно, ключевая роль все-таки, к сожалению, досталась именно многонациональному народу нашей страны. И для нас очень важно показать, насколько и дальневосточники, и те, кто вообще принимал участие в этой войне, сделали, добились того, что эта война все-таки закончилась, и над нами сейчас светит мирное солнце. Виктор, чьи портреты размещены на рулапах, и почему хабаровским школьникам нужно о них знать? Мы планировали сделать так, чтобы все стенды, которые мы сделали к этой выставке, они были посвящены тем организациям национальным, которые входят в состав Ассамблеи народов Хабаровского края. Потому что, получается, Ассамблея – это некий такой аккумулирующий элемент, аккумулирующая связь, которая соединяет многие национальные объединения. И поэтому мы начали с того, что те, кто входят, те народы, кто представлен и юридическими организациями, и гражданскими инициативными группами, чтобы они были представлены на наших стендах. Ну, конечно, если взять тот факт, что у нас 145 народов проживает, 145 стендов сделать очень сложно. Поэтому мы где-то объединяли. Естественно, 145 мы пока охватить не можем. Это пока нереально. Это будет реально очень дорого. Но из тех, кто входит именно в состав Ассамблеи, мы саккумулировали. Несмотря на то, что у нас 27 членов, у нас 20 стендов посвящено нашим организациям. Потому что, например, возьмем коренные малочисленные народы. Это 8 этносов. Вот 8 этносов представлены на одном стенде. Те же, допустим, Чуваши. У нас нет тех людей, которые именно воевали, или кто-то принимал участие в тех событиях, но они помнят своих героев. Они знают, что, например, Чуваши построили несколько эскадрильей самолетов за свои собственные деньги. И так их назвали. Эскадрилья, комсомолец, Чуваши. И вот такие вот вроде бы мелкие факты, но они дают возможность понять, насколько все народы были объединены вместе. Где вы ее размещали? Мы стараемся, конечно, вывозить ее в учебные заведения, начиная со школ. Мы стараемся ее вывозить в высшие учебные заведения, там, где проводятся какие-то достаточно серьезные мероприятия, которые не только касаются Второй мировой войны, а вообще, например, мы часто ее выставляем на гражданских форумах Хабаровского края. Наша съемочная группа побывала в одной из хабаровских школ, где 3 сентября была установлена ваша фотовыставка. Давайте посмотрим сюжет. Звонок прозвенел, но ученики средней школы номер 46 не торопятся в классе. Школьники внимательно изучают информационные стенды, фотовыставки «Победа многонационального народа». Ведь Вторая мировая коснулась каждой семьи на Дальнем Востоке. Хабаровчане работали в госпиталях и на оборонных предприятиях. Десятки тысяч добровольцами ушли на фронт. Мой прадед Коряги Викентий Васильевич обучался в Боговещенском военном училище. Пять раз ходил в разведку, получил орден Красного Знамени и умер в декабре 1945 года. На тот момент моей бабушке исполнилось только один год. 22 информационных стенда повествуют о выдающихся татарах, таджиках, чеченах, узбеках, белорусах, героически сражавшихся за родину. Хабаровские школьники гордятся подвигами своих предков. У нас действительно очень многонациональная школа и у детей горят глаза, когда они подходят и видят героев своей народности. Некоторые даже знают историю этих героев, они начинают друг с другом делиться. То есть тут каждую перемену у нас получается, дети могут свободно приходить, смотреть. Через неделю информационная фотовыставка отправится дальше, в другие школы и техникумы Хабаровска и Края. Вдохновившись примером, школьники собираются разработать подобный проект о своих родственниках, участвовавших во Второй мировой войне. Я всегда говорю, что эта трагедия, это реально большая трагедия мирового масштаба, она коснулась абсолютно каждой семьи, которая проживает в нашей стране, проживала тогда в нашей стране. То есть нельзя найти ни одну семью, где кто-то как-то не принимал участия в тех событиях. Коснулась всех? Коснулась абсолютно всех. Вот мы настолько уникальная страна в этом смысле, что это коснулось абсолютно каждого. И вот наша задача сейчас сделать так, чтобы наше подрастающее поколение знало об этом. Чтобы доносилась именно правильная информация о том, какими страшными были те события. Вы говорите правильно донести. История искажается? У вас есть какие-то конкретные примеры, как вот это происходит? История искажается, и этих примеров очень много. Это можно даже видеть на нашем телевидении. Потому как есть определенные политические группы, которые, во-первых, хотят принизить роль советского народа. Причем многонационального советского народа, который на себя взял основной удар той фашистской агрессии, которая была нанесена всему миру. Сейчас пытаются мало того, что говорить, что не Советский Союз победил в этой войне. Это все-таки Соединенные Штаты победили. А с какой стати? Вообще, с какой стати это все происходит? Да, американцы в то время помогали. Но, опять-таки, будем говорить честно, помогали за деньги, грубо говоря. Соответственно, да, мы будем говорить, что была помощь со стороны США. Опять-таки, возьмем, когда открылся все-таки Второй фронт. Да. Сколько просили, откройте Второй фронт? Только в 1944 году его открыли. Соответственно. И на фоне всего этого говорят, что Советский Союз все-таки, ну, просто пушечное мясо кидал. Не факт. Если мы посмотрим, вот опять-таки, по статистике, если посмотреть конкретно потери военного контингента, что со стороны фашистской Германии, что со стороны Советского Союза, они примерно одинаковы. А остальные все жертвы – это мирные жители. Виктор, какие мероприятия в рамках вашего проекта вы уже сделали, и что только предстоит сделать? Ну, во-первых, создание и демонстрация самой выставки – это уже само по себе большое мероприятие. И еще в рамках выставки, в рамках этого проекта у нас прошла большая международная научно-практическая конференция, посвященная итогам Второй мировой войны. Она так и называлась – победа многонационального народа во Второй мировой войне. Очень отрадно, что эта конференция, она на самом деле уже является ежегодной и проводится несколько лет, и она расширяет свои не только географические, но и вообще свой объем и повышает свой статус. В этом году принимали участие, во-первых, это консул Китайской Народной Республики, это заместитель генерального консула, руководитель Хабаровской канцелярии генконсульства КНДР во Владивостоке. К нам в этом году приехали гости-школьники, замечу, школьники из города Калининграда. То есть, грубо говоря, мы взяли уже, фактически объединили всю страну. Мои коллеги побывали на этой конференции. Давайте посмотрим сюжет. Давайте. В Хабаровске прошла международная научно-практическая конференция «Победа многонационального народа во Второй мировой войне». На многочисленных площадках участники обсудили роль Дальнего Востока в самой кровопролитной войне в истории человечества. Заслушали доклады экспертов. Я обращаю ваше внимание на увеличение чистости пограничных войск. Пограничные войска в 1941 году увеличились по сравнению с 1935 годом, по сравнению с 3 раза. И в годы войны их численность сохранялась приблизительно на этом же самом уровне. По словам организаторов, чем меньше сегодня остается в живых людей, которые были непосредственными участниками событий той войны, тем сложнее сохранить подлинность истории и донести ее до следующих поколений. Когда закончилась Вторая мировая война? «Ты еще в 1945 году?» «5 мая». «2 сентября». «2 сентября». «Так, ребята, а где она закончилась?» «Мы повесили флаг красный в Ворестаге. Во Второй мировой плечом к плечу сражались узбеки и татары, русские и белорусы, грузины и украинцы. 62 государства из 73 существовавших на тот момент. Национальные объединения края бережно хранят память о предках, принимавших участие в той войне. Тут вот, видите, Мухаммад Карим Узбеков, это мой сёкр, дедушка моих детей. Он дошел до Германии, на Ленинграде тоже он сражался. Он всегда рассказывал о дружбе, о сплоченности многонациональной войны всего СССР. Итогом конференции стало принятие резолюции, одно из решений которых – издать сборник материалов для распространения в школах Хабаровского края. Планируется сейчас уже, грубо говоря, подведение итогов. Это повторное анкетирование. То есть для нас очень важно узнать, насколько всё-таки мы добились или не добились. Ну, я всё-таки думаю, что мы добились своих результатов. Понятно, что оценить это дело в общем очень сложно, поэтому нами была в своё время разработана определённая методика, по которой мы можем оценить влияние проекта. То есть мы создаём контрольную группу из школьников, в данном случае из школьников, которых мы опросили по определённому нашему списку вопросов в начале проекта. Сейчас у нас предстоит повторный вопрос по тем же самым вопросам. И уже на основании разницы ответов мы будем судить, насколько эффективность проекта подтверждена или не подтверждена. То есть у нас говорится о том, что как минимум 25% участвующих школьников в этом проекте изменят своё отношение по вопросам вообще межнациональных, межконфессиональных отношениях, потому что хоть сама тематика Второй мировой войны является ключевой в этом проекте, с другой стороны, основная всё-таки идея проекта состоит в том, чтобы объединить народ, чтобы у людей, а в данном случае у молодого поколения, было более дружественное отношение к другим народам. Скажите, вам как-то помогла в реализации вашего проекта городская администрация? Ну, не просто помогла, а совсем помогла, мягко скажем. Всё-таки грант, который был выделен на этот проект, это почти 500 тысяч рублей, он, собственно, и позволил нам переработать выставку, сделать её заново. Более того, я хочу сказать, что мы не просто сейчас сделали вот эти стенды, которые мы вывозим, мы на основе этих стендов сделали ещё небольшое маленькое издание, которое объединяет в себя, во-первых, всю информацию, которая там создана, которая нами была собрана для подготовки этой выставки. И это издание существует как в печатном виде, так и в ближайшее время мы будем размещать её на сайтах общественных организаций. То есть, во-первых, это Ассамблея народов Хабаровского края. Во-вторых, это обязательно будет сайт гражданского общества города Хабаровска. В последнее время всё больше внимания уделяется патриотическому воспитанию молодёжи. Вы так не считаете? И это правильно. Я считаю, что государственная политика, которая ведётся в этом направлении, она абсолютно правильна и должна развиваться и продолжаться. Потому что всё-таки не знание своих корней, да, а патриотизм в чём у нас? Это, во-первых, знание своей истории. Знание истории того места, где ты живёшь. Знание, да хотя бы истории своей собственной семьи. У нас же даже многих, если кого-то спросить из молодёжи, а кто у тебя был дедушка, да, а кто был бы, а прадедушка, это, может быть, они ещё как-то знают, и то вряд ли. Надо, наверное, всё-таки начинать с того, чтобы мотивировать молодое поколение хотя бы сначала узнать историю своей семьи, потом уже историю того места, где ты живёшь, и уже, наконец, историю своей страны. Потому что без этого у нас не будет ни патриотического осознания, да, в своей жизни. Потому что, мне кажется, всё-таки патриотизм – это не только там военные действия, да, какие-то, а это вот именно знание своей собственной истории. Спасибо, Виктор, что пришли к нам сегодня в студию. Я думаю, что это не последний наш приход, и надеюсь, что такие проекты будут продолжаться, и мы с вами ещё не раз встретимся. Напомню, с Виктором Ротарем, руководителем пресс-службы Хабаровской краевой общественной организации Ассамблеи народов Хабаровского края, мы говорили сегодня о роли многонационального советского народа в Великой Победе и о необходимости сохранять историю этих лет в неизменном и подлинном виде. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин